В Новосибирске проходит первый этап Кубка России по зимним видам парусного спорта. Больше сотни участников съехались со всей страны, чтобы открыть сезон. Среди них есть и несколько чемпионов мира. Чем зимний виндсерфинг отличается от летнего и как проходит соревнование, узнала Екатерина Макаркина. Попутный ветер не поможет. Задача этих спортсменов вести свой парус против ветра. Зимний виндсерфинг – главная изюминка Кубка Сибири. Эта дисциплина впервые стала частью программы соревнований. Летний виндсерфинг – это доска с парусом, то есть ты скользишь по воде, а зимой есть специальный снаряд такой из двух лыж длинных. Парус ставится на площадку и спортсмен по снегу вполне нормально перемещается куда хочет. Сразиться за звание лучшего зимнего виндсерфера вызвались 12 человек со всей страны. Когда у тебя после лета, зимой целых 5 месяцев зима, и ты ничего не можешь с этим делать, когда ты летом, все лето занимаешься на виндсерфинге, а зимой тебе не на чем тренироваться, ты можешь всегда выйти зимой на зимнем виндсерфинге и показать свое мастерство. На соревнованиях представлены и мастера сноукайтинга – лыжники и сноубордисты. За 4 дня им предстоит пройти 15 гонок. Только по общему результату определят победителей. Дистанция каждой гонки примерно 10 километров. Ее длина меняется судьями в зависимости от скорости ветра. В таком спорте от погоды зависит вообще все. По сравнению со вчерашним днем, дорога намного улучшилась, навалилось снега за ночь сантиметров 20 примерно. Ветер послабее вчера, было очень сильно, очень жесткие условия. Большинство участников хорошо очень подготовлены, поэтому у нас особо проблем нет с судейством. Все четко проходит. Бывают, конечно, завалы. Когда кайтеры стартуют очень плотной группой, бывает, что один кайт зацепляется за другой. Вот это называется завал. Они, соответственно, уже дальше ехать не могут, им нужно расцепиться. Все результаты моментально фиксирует группа судей. Но участники Кубка Сибири соревнования воспринимают скорее как фестиваль. Впервые за сезон они встречаются, обсуждают планы на будущее. И главное, окрыленные получают незабываемые эмоции. Екатерина Макаркина, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Новости.